с спикером. После этого я приглашу вас в зал на третий доклад и после него будет розыгрыш призов. Сегодня перед нами выступит наш технический директор Сергей Пономарев. Сергей выступал на таких конференциях, как ЯТолкс, ЯЛюблю Фронтенд от Яндекс, ТимЛид.Конф, Сибирь.Джес и на метапах от ПРВЭП. Также выступят наши ТимЛиды Владимир и Данил. Сегодня мы с вами поговорим про архитектуру во фронтенд, про веб 3.0 и попробуем написать децентрализованные приложения, а также поговорим про паттерны Grasp. Приглашаем первого спикера, Сергея. Давайте им поаплодируем. Всем привет. Меня уже представили. Меня зовут Сергей. Я являюсь техническим директором компании ПРВЭП. И тема моего сегодняшнего доклада – это архитектура в контексте фронтенда. Немножко перекликается с докладом на Яндексе. Почему? Потому что хочется… Доклад такой лайтовый, он будет, я думаю, понятен всем. Хочется именно сформировать подход, чтобы ребята, которые заходят во фронтенд и которые уже получили какой-то опыт, стали уровни джун плюс, мидл минус, уже понимали, что и для чего они используют. Итак, поехали. Немножко по структуре доклада. Немножко разберем, что такое архитектура, особенности архитектурных подходов именно в контексте фронтенда. Разберем примеры популярных подходов, которые мы часто можем видеть в различных приложениях. И в заключении сделаем небольшой summary, для чего вообще все это нужно. Итак, начнем с первого вопроса. Вообще, что такое архитектура, если мы говорим не в контексте фронтенда, а в принципе. То есть, если простыми словами, то это именно взаимодействие модулей и системы. Что такое модули? Это модули – это части системы, которые решают определенные задачи либо проблемы. Соответственно, мы их используем не просто так. Мы их используем для того, чтобы решить какую-то проблему. И как мы вообще можем понять, какие проблемы мы должны решить? То есть, когда это происходит? Как правило, это происходит на этапе проектирования, в самом начале. И опять же, часто мы видим старт приложений, стартапов и каких-то небольших приложений. И очень много приложений бизнеса, к которым вам приходится работать, и вы видите, что там действительно legacy код, он плохо написан и так далее. Почему? Потому что стартуют как-то. То есть, они не делают проектирование, а проектирование – есть выражение, что оно в любом случае будет происходить. То есть, либо оно происходит в самом начале, и вы тратите какое-то время на проектирование, либо оно происходит ongoing. Но когда происходит ongoing, у нас уже есть какая-то структура, которую нужно учитывать. Если мы говорим про то, как мы должны это делать по уму, при выборе каких-то архитектурных подходов, мы, как правило, руководствуемся четырьмя вопросами. Первый вопрос – это что должна система делать? Вот если мы берем в разрез фронтенда, то это самый понятный для вас вопрос – это функциональные требования. То есть, они часто выглядят как юзер-стори. То есть, эти юзер-стори могут составить там сис-аналитик вам, вы сами можете их составить, заказчик может вам их составить, расписать. И это напрямую касается фронтенда. То есть, я как пользователь могу зарегистрироваться, я могу положить товар в корзину, я могу отфильтровать товар. То есть, это классический пример юзер-стори. Второй вопрос – это как система должна себя вести. То есть, это так называемый ITIS, maintainability, scalability, reliability – это то, что должна обеспечивать система. То есть, допустим, scalability – это про расширяемость. Допустим, у нас есть 500 тысяч активных пользователей, scalability у нас на первом месте. И мы должны это учитывать. Третий вопрос, на который мы отвечаем – это какие есть ограничения. То есть, это уже помимо стандартных ограничений проекта в виде бюджета, сроков и скоупа, есть еще и ограничения юридические, какие-то стандарты, то есть, как мы храним данные. Вот все вот это в целом может сильно ограничивать наши хотелки. И вот эти вот ограничения мы начинаем учитывать, когда мы составляем приоритеты. Потому что, когда к вам приходят, допустим, клиенты говорят «хочу Telegram», вы спрашиваете «окей, какой бюджет?» Он говорит «тысяча долларов». Понятно, что в рамках этой ограничений системы мы этого делать не сможем. Мы сможем сделать авторизацию для Telegram. Соответственно, мы вытаскиваем из ограничений приоритеты и, соответственно, начинаем, приоритизировав какие-то ключевые задачи бизнеса, двигаемся дальше. То есть, мы все это делаем для того, чтобы определить, какие проблемы у нашего проекта существуют. И когда мы эти проблемы выделили, мы начинаем выбирать подходящий инструмент. В случае архитектуры это различные архитектурные паттерны. Откуда мы вообще, в принципе, берем эти архитектурные паттерны? Тут как бы секрета особого нет. Это большое количество книг, чистая архитектура, software, architecture patterns. То есть, их достаточно много. Они накоплены опытом, потому что они, как правило, уже имеют, скажем так, большое количество кейсов исторических. Как пример, книга паттернных проектирования Genco 4, она с конца 80-х годов, по-моему, существует, и она по-прежнему актуальна. И если мы начинаем заглядывать вот в эти паттерны, мы видим, там часто применяются, к примеру, event-driven, layered, microservices. То есть, вот эти паттерны я привел здесь просто как пример, потому что они очень хорошо перекликаются именно с фронтом. То есть, мы чуть больше разберем в детализации примеров. Но если мы сейчас пока остаемся в контексте в целом архитектуры и выбора инструмента, мы можем разобрать, допустим, паттерн event-driven. То есть, для того, чтобы выбрать инструмент, мы должны понять плюсы и минусы этого инструмента. Если мы говорим про плюсы, то это в первую очередь decoupling, scalability и нет единой точки отказа. Что это значит? Как правило, у нас в event-driven паттерне сервисы мало что знают друг о друге. Они практически ничего не знают. У них есть производитель ивента и потребитель ивента. И по факту из-за этого мы можем достаточно хорошо и долго расти. То есть, мы можем проектировать какие-то новые сервисы, мы можем просто говорить им, что реагируют на эти ивенты, они ничего не знают друг о друге, связываемости кода никакой практически нет. Все классно. То есть, это все масштабируется. И здесь в плане scalability все хорошо. Нет единой точки отказа. Опять же, у нас благодаря тому, что, допустим, event до кого-то не дошел, вся система продолжает работать. То есть, у нас нету… У нас есть еще один игрок, вот здесь в event-driven, обычно это message-брокер. Его функция заключается в том, чтобы доставить event всем получателям. И, к примеру, если у нас один сервис упал, мы можем быть уверены, что когда он поднимется, message-брокер до него донесет ивент, и он отработает позже. Да, там данные обновляются попозже, но система не рухнет. И это очень хорошо. И отсюда вырастают, из-за этого message-брокера вырастают дополнительные какие-то минусы. То есть, например, performance, где мы все равно отдаем event, этот ивент может message-брокер доставить чуть позже, и это уже немножко начинает влиять на performance. На больших системах, в принципе. И плюс eventual consistency, то есть мы, благодаря тому, что многие ивенты отрабатывают, то есть потребители ивентов отрабатывают в параллель, мы не всегда можем убедиться, что все получают одни и те же данные. И если у нас нет проблем с eventual consistency, мы можем вполне его использовать. И вот, собственно, мы понимаем плюсы-минусы подхода паттерна какого-то, мы понимаем, какие проблемы мы решаем, и мы выбираем его тогда, когда расширяемость важнее производительности. То есть, ну и плюс нам, допустим, нужен какой-нибудь параллельный процессинг. Здесь вроде бы все понятно. У нас есть огромный бэкграунд использования этих паттернов. На бэкэнде приложения растут, становится сложнее, есть опыт, есть куча форумов и так далее. Что не так с фронтендом? Почему мы просто не можем брать книгу какую-то и по ней просто проектировать фронтенд? Потому что если мы говорим про фронтенд, то мы работаем с слоем представления. И вот обычно, когда у нас есть куча вот этих вот архитектурных паттернов, они, как правило, говорят о взаимодействии с разными абстракциями. И фронтенд — это абстракция слоя представления. И какая проблема чаще всего во фронте? Это то, что сложно отделить UI от бизнес-логики. То есть, есть UI-логика, есть бизнес-логика. В сложных приложениях они часто переплетены, и это основная проблема, которую пытаются решить каким-то образом фронтендеры. И даже если смотреть с точки зрения подхода, то есть у нас может быть максимально ужасный слой UI, написанный на jQuery или на любых костылях и велосипедах, но при этом у нас все классно с точки зрения архитектуры. То есть вся система работает круто. У нас просто есть проблемы в слое UI. То есть взаимодействие модулей и системы, оно работает хорошо. И с этим проблем никаких нет. И если мы говорим о разрезе фронтенда, мы чаще всего говорим, то есть не всегда, но в 90% случаев, мы говорим о методологии, потому что архитектура имеет определенную область применения. То есть нам нужны вот эти вот модули. Сейчас приложение становится сложнее, мы дополнительные абстракции можем выделять, об этом чуть позже поговорим. Но если мы говорим, что здесь и сейчас есть у фронтов, это методологии. Чем методология отличается от архитектуры? Тем, что по факту нам просто говорят, как делать. То есть мы, если угодно, мы просто начинаем раскладывать по папочкам. Нам просто объясняют правила. То есть и следуйте правилам, будет хорошо. И, соответственно, почему нужно следовать правилам? Потому что у нас есть типовые проблемы, и мы эти проблемы решаем. И какие основные проблемы у нас существуют? Это в первую очередь хайкаплинг. Хайкаплинг — это, собственно, связываемость. Я думаю, если у вас уже есть какой-то там опыт год-два, вы понимаете, что чем дольше приложение разрабатывается, тем его сложнее поддерживать, особенно если у вас нет никакой методологии. И в чем это выражается? Когда один компонент слишком много знает о других компонентах, изменяя этот компонент, вы можете аффектить другие части приложения. И это классическая, типичная проблема фронта. То же самое с переплетением бизнес-логики. Когда у нас в одной части используем какой-то компонент, который похож на другой, мы его переиспользуем, и это перекликается как раз с третьим пунктом универсальности компонентов. Потому что мы все знаем принцип dry, don't repeat yourself. И если мы говорим о какому принципу следовать, don't repeat yourself, у большинства разработчиков в голове очень хорошо и плотно вбит. И мы видим, так, мы переиспользовали эту форму, давайте не будем создавать новую, там такая же почти есть, добавим несколько новых пропсов и полетим дальше. И если вот эти данные суммировать, мы переходим к методу, не к методу, к паттерну low-capling high-cohhesion, низкая связываемость и высокая сцепляемость. Это из GRASP. Вова как раз будет рассказывать немножко про GRASP и остановится на этом чуть подробнее. Принцип простой. Мы стремимся к тому, чтобы как можно меньше компонентов знали друг о друге. Это касаемо low-capling. High-cohhesion – это высокая сцепляемость, это про бизнес. Это как логически они лежат в одном месте. То есть это про то, что, допустим, если мы хотим изменить что-то, связанное с бизнесовой сущностью корзины, это лежит в корзине, и там практически все. И если говорить о хорошей организации кода, которая примерно решает, наверное, процентов 80-90, это нижний правый квадрат, где у нас есть связанные элементы, они находятся в одном месте, они определены какой-то доменной областью предметной, и это работает. И у них есть интерфейс, который, соответственно, отдает что-то наружу, с чем мы можем взаимодействовать. И теперь мы уже переходим к примерам логики и архитектурных подходов на фронте. Есть у нас самый распространенный паттерн – это вот layered подход. Он, в принципе, изначально был достаточно популярен. Дэн Абрамов, создатель Redux, его популяризировал своей статьей, где у него был подход. У нас есть контейнеры, это, грубо говоря, то, где хранится бизнес-логика основная. У нас есть UI-слой, максимально глупые компоненты, которые просто занимаются отображением данных, они не обрабатывают никакой бизнес-логики. И у нас есть слой данных, в случае с фронтом, это чаще всего HTTP-сервис. Чаще всего, но не всегда, потому что иногда у нас используется оффлайн-база данных. И подход есть, он понятен, в чем основная проблема. У нас, вот в этом подходе, если мы берем классический layered подход, у нас должен быть однонаправленный поток данных. Мы идем сверху вниз. В этом подходе это просто рекомендация. То есть человеку говорит, делайте его так. Это не методология, это просто рекомендация. И у нас часто нет однонаправленного потока данных. По какой причине? Потому что, как правило, у нас однонаправленный поток данных кончается на страницах. То есть у нас есть PGA. Мы в PGA можем... PGA внутри не может переиспользовать другую PGA. С этим все хорошо. Но начинает переиспользовать компоненты. И как вы организуете код, хорошо или плохо, вы можете классно разделить, это будет работать. Но тут опять же человеческий фактор. Соответственно, один с одной PGA использует компоненты, с другой PGA. Кто-то такой, ой, этот компонент я использовал, вынесу его в shared. Кто-то этого не делает. И здесь начинаются проблемы. Здесь начинается смешение какой-то там части бизнес-логики, где мы тоже один компонент импортим с другой PGA. И вот этот вот high coupling, он, собственно, проявляется особо ярко. И вот даже если мы берем вот этот layered подход, уже здесь даже есть разновидности реализаций. Есть feature first и layer first. И layer first это, опять же, если делать отсылку к паттернам, это больше похоже на vertical slice. То есть у нас есть слои, и мы берем не слой, а срез слоя, и в этом срезе у нас есть все части, все слои приложения. Ну или большая часть. И опять же, мы должны исходить из проблематики. Мы видим проблему, нам нужно ее, соответственно, решить. Если мы говорим про layer first, здесь этот подход гораздо быстрее, поскольку мы просто кладем в одно место. Но при этом его будет тяжелее поддерживать. Feature first – это больше про boilerplate code какой-то, который мы кладем, организуем вокруг фичи, все это работает. Вроде бы подход одинаковый, но опять же, мы используем уже другие архитектурные паттерны, чтобы добиться определенных вещей, которые важны именно вам в создании этого приложения. и они закрывают определенные проблемы. Потому что, допустим, layer first при горизонтальном росте слоя его становится сложнее поддерживать. И мы уже должны думать о том, как организовывать хранение кода, методологию, грубо говоря, внутри слоя. Какие вообще плюсы есть у layered подхода, вот этого модульного? Это в первую очередь скорость, поскольку здесь, если мы берем просто layer first подход, очень просто это все делать. Мы понимаем, что чем является. Наша задача следовать определенным концептам. Мы даем эту статью, грубо говоря, джуну, объясняем основные принципы. Человек очень легко понимает. И, соответственно, это порождает низкий порог входа. Плюс достаточно универсально. То есть мы можем начинать с этого подхода, а потом переходить и, допустим, вычислять какие-то фичи, писать вокруг фичей. То есть тот же самый DAX подход, он основан про это, ну там про организацию Store в редакции больше, но все же. Какие еще есть варианты реализации? Смотрите, большая часть подходов, методологий на фронте, это все-таки что-то вокруг layered. Самое популярное сейчас и наиболее стандартизированное, скажем так, это FSD. Фича слайс дизайн. В чем здесь прелесть? В том, что вот как разновидность layered подхода, она имеет четкие правила. И эти правила вдохновлены именно архитектурными паттернами. То есть здесь мы видим четкое разделение слоев. То есть у нас есть апп, процессы, пейджи, виджеты, фичи, энтити, шеры. Чем ниже слой, тем он более глупый. Он особо ничего не знает про бизнес. Самый верхний слой это абсолютно бизнесовые вещи. И если разбирать подход фичи FSD, опять же, мы не можем, допустим, в фичах использовать виджеты. В энтитиях мы не можем использовать другое энтити. Здесь у нас прямо очень четкое поведение, предсказуемое. И мы понимаем, что если кто-то там меняет что-то в шерет, это может заэффектить все приложение. И это может быть проблемой. Соответственно, каждый слой еще делится на слайс. Тоже еще один подход, собственно, про нарезание кусочков. И эти слайсы еще делятся на сегменты, имея какую-то там структуру. То есть, из плюсов мы получаем действительно изолированные слои, которые, если мы следуем методологии, имеют четкие правила. Мы уже не так вольны, как, допустим, трактовать, как подход Дэна Абрамова, который просто предлагал давайте разобьем на слои, и будет проще. У нас есть движение сверху вниз, которое, ну, опять же, вдохновлено, не вдохновлено, а просто использует методологию Layered. И у нас ориентация на бизнес. И вот здесь мы отказываемся от Dry, идем в сторону Kiss, Keep It Simple. И здесь мы дублируем код. Почему? Потому что мы хотим организовать код вокруг бизнесовой логики, а не вокруг кусков кода. Потому что вашему конечному заказчику важен именно подход, когда он предсказуемо может получить новую фичу в нужные сроки. То, что вы, там, у вас форма используется в 10 местах, и в каждом из них по-своему, для него это не беспокоит. Ему, наоборот, это будет странно. Все это классно, но у этого есть один минус. Это долго. И помимо ограничений системы в виде, там, допустим, бюджета сроков, у нас всегда есть часто time to market. То есть время выхода на рынок. И это может быть привязано к каким-то маркетинговым компаниям, которые стоят очень много денег, и здесь мы не можем особо влиять. И где-то мы можем жертвовать качеством. В принципе, в FSD есть даже подходы, где они говорят, просто не слух пользуетесь, вот эти слои, потому что это будет, ну, потому что они усложняют, нам больше кода надо будет писать. Вот. Следующий тоже распространенный паттерн, с которыми вы сталкивались гарантированно, это event-driven. Он достаточно простой. Есть event-продюсеры, event-консюмеры. Создаются и мутабельные ивенты, они проходят там через, не важно, что там, message-брокер, там какие-то каналы, там веб-сокеты работают ровно точно так же. У нас есть подписчики и они, соответственно, реагируют на изменения. В принципе, большинство современных фронт-энд фреймворков, они реактивные, они как раз реагируют на какие-то изменения и на какие-то происходящие ивенты. То есть, там, тот же самый редукс, редакт, поток данных имеет. И если мы говорим про подход, который, ну, в любом случае, как-то там использовали косвенно, осознавая его или нет, он еще имеет смысл в организации кода. К примеру, мы можем использовать его, используя там Apollo Client, там React, RTK, Query. То есть, что это делает? Мы получаем способ получить данные для текущего модуля здесь и сейчас. Мы, грубо говоря, их запрашиваем, либо подписываемся на них, на изменения. Получаем, отображаем. Опять же, получаем декаплинг, то есть, мы стараемся делать это независимо, все лежит в одном месте, но здесь это не избавляет нас от важности организации правильного структуры внутри одного модуля, потому что вот здесь как раз мы идем в сторону фича first, где мы какую-то фичу делаем, делаем Apollo Client, который работает с GraphQL, либо там Reactor TK Query с REST и GraphQL, неважно. Получаем данные, отрисываем их, но по-прежнему проблема остается. Если у нас какой-то Godlike модуль, который обрабатывает кучу логики, его можно написать отвратительно, и здесь уже не поможет то, что вы разделяете фичи отдельно друг от друга. И, опять же, у нас нету какой-то серебряной пули, у нас с ростом приложения поддержка становится все дороже. За счет чего? Потому что, ну, кто работает там в продукте, он знает, что ты не можешь знать все приложение, как правило, люди приходят в продукт, они видят, попадают в какой-то там отдел, видят контекст, работают внутри с этим контекстом, и исходя из этого уже начинают пытаться поддерживать. Если их поставить на другой часть приложения, которая никак не связана с бибизнес-логикой, с его, он опять тратит несколько недель, чтобы въехать в контекст и начать как-то перформить. И это косты на поддержку. И, соответственно, это тоже проблема, которую решают какие-то различные архитектурные подходы, но в данном случае это часто один, это микрофронтенд. Я не зря здесь поставил картинку про то, как вообще в принципе микросервисы развивались и почему появился микрофронтенд. То есть у нас фронтенд как будто бы такой. Он достаточно молодой, он догоняет бэкэнд, и он часто обнахновляется различными подходами из бэкэнда. Изначально большая часть приложений там 10 лет назад было монолитом. У нас не было никаких проблем с тем, что у нас сервер перерисовывает всю страницу, запросил там данные, отправил, получил ответ, ререндер произошел. Потом появились различные компонентные фреймворки, и нам интерфейсы стали усложняться, и нам не надо больше было обновлять всю страницу, потому что сложный интерфейс, нам нужно обновить маленький кусочек, зачем нам перерисовывать всю страницу, это тяжело, опять же, для сервера нагрузка дополнительная, и начали разделять там фронтенд, бэкэнд, плюс кроссплатформенность была необходима, к примеру, если у нас было дестопное приложение, и веб-приложение, и бэкэнд один. Со временем, естественно, приложения росли, у нас появился микросервис, микросервисная архитектура стала более популярной на бэкэнде, там это было, она в свое время была прямо на хайпе, там все пытались и, соответственно, выделяли какие-то области, это все классно было в плане скейлабилити, мы понимали, какой сервис, допустим, более нагружен, там занимались масштабированием его и так далее, и фронтенд при этом просто рос, он был большой, и, опять же, появились там суперапы, различные компании, начали покупать другие компании, прикручивать туда свое что-то, и, соответственно, стала проблема, что это становилось тяжело поддерживать, и вдохновленные микросервисами начали использовать микрофронтенд, то есть здесь уже мы могли вычленять какие-то вещи, допустим, делать команду, которая работает абсолютно на другом стеке, либо мы можем купить какой-то там бизнес и начать кусочками его переводить на микрофронтенд и вставлять в свою экосистему, то есть здесь подходов и плюсов достаточно много, и, опять же, это все было вдохновлено архитектурными подходами, которые были разработаны, были созданы инструменты, типа там Moodle Federation, который дает нам возможность монорепозитории, там, опять же, там Learn, NX, переиспользовать, там UIKit, к примеру, тот же самый и так далее. И, соответственно, вроде круто, мы же можем здесь классно сразу это все поднимать, ну, мы же пишем приложение, которое обязательно будет использовать миллион пользователей. Есть нюансы, конечно же. в первую очередь это инфраструктура, так же, как и в бэкэнде. Практически всегда просто поднять грамотную инфраструктуру, разработать архитектуру полностью, понять, какие модули с чем взаимодействуют, это время. Если мы говорим о среднем проекте, допустим, не самом большом, то, как правило, инфраструктурная тема там может занимать минимум месяц. Естественно, это дорого, естественно, это сложно объяснить заказчику. Это долго для заказчика. В чем прелесть фронта? В том, что, опять же, мы работаем в UI-слой, и UI-слой в рамках архитектуры не имеет критического значения. Соответственно, если мы говорим про микро-фронт-энд, его можно разбить практически в любой момент. и практически сколько я не спрашивал ребят с других компаний, ведущих, разработчиков, Raytheisen, Денькова и так далее, ответ простой. Если стартуете проект, практически никогда не нужно начинать с микро-фронт-энда, потому что это часто бесполезная трата ваших времени и сил и денег заказчика. То есть, это принцип ягни, you ain't gonna need it, и это как раз вопрос приоритизации, когда мы отвечаем на вот эти вот первые вопросы. То есть, чаще всего это просто оверенжиниринг и оверкилл. И, соответственно, если подводить summary, у нас вот хотелось показать вам просто вот именно как перекликаются архитектурные паттерны с задачами, которые мы решаем во фронт-энде. У нас есть пул задач, которые уже до нас кто-то делал и как бы хорошо бы их понимать. И со временем UI будет становиться еще более сложнее. То есть, если взять приложение, открыть машину времени и посмотреть, как выглядел Яндекс тот же самый 10 лет назад, 20 лет назад, понятно, что огромный скачок вперед в плане UI произошел. И что хочется? Хочется, чтобы этап проектирования происходил в самом начале и вы выделяли уже какие-то важные моменты. Чтобы был даже этап проектирования не всего приложения, проектирования фичи, потому что даже часто появляются фичи, которые начинают взаимодействовать с фиртпати сервисами, с офлайн-базами данных и так далее. И есть уже примеры действительно полноценных веб-приложений, как пример Figma, где у нас прямо полное приложение со своими там state management, с офлайн-базами данных и там куча модулей, там действительно мы можем применять архитектурные подходы. И если мы отвечаем на вопросы вот в самом начале, которые задавались, мы отвечаем на них для того, чтобы понять проблематику. И если мы говорим опять же про методологию, методология дает нам ответы на популярные вопросы, часто встречающиеся. И если мы знаем для чего что применяется, мы можем, скажем так, у нас уходит магия и мы можем применять уже архитектурные подходы, чтобы немножко докрутить эту методологию, чтобы где-то отойти от нее, пожертвовать какими-то вещами, но использовать другой архитектурный подход, который поможет нам решить нашу проблему, а не слева последовать методологии и не понимать для чего это применяется, но просто раз в книжке написали что так нужно, то так и делаем. Это как бы основные тезисы, которые хотелось бы сказать. Спасибо за внимание и ваши вопросы. Спасибо большое за доклад. Проблемы действительно актуальны. И пару вопросиков есть. Они немножко длинные, но если что, я потом повторю. Первый это вот вообще был упомянут тот же телеграмм, вот например проекты уровня телеграмм или вконтакте. как спроектировать архитектуру такого уровня при соответствующем бюджете проекта, то есть на полный объем работы, сколько времени нужно на проектирование и какой это в целом уровень абстракции должен быть. Ну и возможно если существует некий чек-лист по готовой архитектуре. Вот это первый вопрос. Давай по одному. Хорошо. Смотрите, есть тоже такое выражение, что чем больше часов проекта тебе нужно оценить, тем менее точным оценка будет и вы в нее скорее всего не попадете. И вот этот как раз принцип Ягни, что нам не нужно проектировать то, что еще непонятно как будет работать, он актуален. И если мы говорим даже про сервисы типа телеграмм, вконтакте, они не начинались, то есть телеграмм никогда не думал в самом начале, что у него будет сториз, например. И они к этому пришли. И соответственно, как правило, если брать нашу компанию, у нас идет итеративное проектирование. То есть у нас есть большой проект, мы примерно говорим о том, что человек получает вот этот результат примерно через 6 месяцев и вот такое количество команды. Но при этом мы можем полторы тысячи часов достаточно подробно расписать. Мы через приоритизацию получаем какие-то определенные мейлстоуны, которые мы должны задоливарить, и мы договариваемся об этом заказчику. Заказчик получает ожидание конкретный функционал, где он будет проверять, допустим, какую-то гипотезу, и у него есть примерное понимание того, как этот проект будет развиваться дальше, какие средства будут нужны. То есть практически я ни разу не видел, чтобы… Ну, есть исключения в виде вот ТЗ, допустим, больших корпораций, написанных там на 300 страниц, тебе надо все прочитать, все учесть, все разработать. Но из опыта и из того, что я слышал, это практически нереально. Всегда есть пункты, которые трактуются двояко, всегда непонятно, как это будет работать в конечном счете. И я бы здесь просто рекомендовал договариваться о таких вещах, что у нас есть методология, допустим, Agile, Scrum, где мы достаточно гибко реагируем на изменения. И ориентироваться и приоритетизировать то, что мы можем сделать здесь и сейчас и отдать человеку. Потому что если мы говорим не про корпорации, у которых есть пункты, а с корпорациями немногие работают, а говорим про какие-то бизнесы, которые проверяют гипотезу и так далее, то здесь будет именно актуально работать вот такими кусочками и проектировать вот эти вещи. Чек-листа, к сожалению, не существует. Есть определенные вещи, которые мы можем предоставить заказчику в виде артефактов. Например, BPMN-диаграммы, C4-диаграммы, схемы баз данных, как они будут взаимодействовать, какие-то максимально абстрактные уровни, как будет коннектиться база данных и так далее. То есть это больше зависит от заказчика и от того, для чего тебе это нужно. Потому что нету, скажем так, реально чек-листа, где ты просто должен это сделать, потому что должен. Ты же это делаешь для себя в первую очередь, проектирование, потому что ты будешь это реализовывать. Спасибо. И второй вопросик, это такая вот жизненная ситуация. Сотрудничали, ну вернее, работали на одном проекте. Это большой проект, рент-агрегатор, и, соответственно, там достаточно сложный был и большой фронтенд. И там, конечно, упирались в проблемы, связанные с расширением архитектуры, из-за того, что изначально какие-то моменты не были учтены. Но интересный момент, что для разработки определенного блока функционала на фронте искали команду на аутсорсе. То есть разработчиков, которые разработают также вот на ангуляре, на их фреймворке. Но интересный момент по микрофронтендам, что они не хотели давать доступ к кодовой базе своей принципиально к тому, что уже наработано. И они говорили, разработайте отдельно, интегрируя с нашим API, а мы уже сами этот отдельный модуль встроим. И, соответственно, вопрос, насколько это может быть действительно оправдано, допустим, не давать доступ к кодовой базе, насколько это в целом, в каких случаях это правильно или неправильно, в каких случаях эффективно или неэффективно. Вот про различия. В принципе, это может быть оправдано. Здесь момент, ну, опять же, правило диктует бизнес. И если мы говорим про их запрос, к примеру, они могли не хотеть вашего взаимодействия с командой. Они не хотели нарушать, ну, к примеру, хайкаплинг код связан очень сильно, вы можете что-то начать менять, и это зарушит систему, которая приносит большие деньги, к примеру, бизнесу. Соответственно, что они делают? Они формируют контракт, они отделяют вас от своего уже существующего рабочего приложения и делают уже сайт-фичу какую-то. Вопросики единственное возникают, что обычно, если мы говорим про микрофронтенд, там, как правило, уже выделяется модуль общего UI, который как минимум должен быть вам предоставлен. Но, скорее всего, это было просто такой, не совсем полноценный микрофронтенд, это просто было вот вам ручки, сделайте красиво и некрасиво не делайте. Поэтому здесь, к сожалению, это реалии, это нормально, это так работает. Не сказать, что это может быть правильно или неправильно, но, к сожалению, правило диктует бизнес. Еще вопросы? Если вопросов нет, тогда давайте поаплодируем Сергею. Всем спасибо. Если вопросы появятся, вы сможете в перерыве задать их Сергею. Мы сейчас переходим ко второму докладу, поговорим про Web 3.0, постараемся написать децентрализованное приложение. И нашим спикером стал Team Lead. Данил. Всем привет. Меня зовут непомнимщик Данил. Я пронтлинг компании PureWeb. Занимаюсь разработкой веб и мобильных приложений на стеке React и React Native. Также, кроме того, я занимаюсь разработкой приложений, связанных с блокчейном. И как раз таки мой доклад будет на эту тему. Размышляя над докладом, я в принципе предполагал, что большинство из слушателей скорее всего как-то только отдаленно знакомы с блокчейном. Но мне не хотелось сделать очередной доклад про то, как он работает. Ведь про это есть уже куча много статей, книг, видосов. Вы с этим можете сами и без меня прекрасно разобраться. Мне хотелось копнуть чуть глубже, показать вообще, как мы можем работать с блокчейном на фронте. Ну и также немного показать возможности блокчейна за пределами финансовых операций. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Во-первых, об эволюции интернета. Посмотрим, как мы вообще пришли к такому понятию, как Web3. И также немного разберемся в блокчейне, чтобы у всех сложилось какое-то минимальное представление о нем. Также научимся создавать приложения для работы с криптокошельками, рассмотрим основы криптографии, чтобы понимать, насколько вообще эта технология безопасна. Ну и напишем свой смарт-контракт на солидите. Итак, эволюция интернета. Вообще, эволюцию интернета можно разделить на три основных этапа. Web1, Web2 и Web3. На данный момент мы сейчас все пользуемся вебом второй версии. Ну, а Web3 на самом деле еще будет впереди. Пока это только концепция. В чем суть Web1? По сути, это самые первые сайты. Их основная идея заключается в том, что они только для чтения. Отсутствует любая интерактивность, также там примитивный дизайн и содержимое сервер получал из файловой системы, а не из базы данных. Вот примерно как, в принципе, выглядели эти сайты. Но со временем пришел Web2. И тут как раз-таки появляются новые фичи. То есть пользователи уже могут сами создавать контент, как-то редактировать его, изменять. Вдобавок ко всему появляются социальные сети, интернет затрагивает экономическую сферу, но информация уже хранится на едином сервере. И тут как раз-таки это является одновременно и свойством, и в то же время недостатком этой системы. Так как, по сути, всеми нашими данными владеет один субъект, и он может как-то ими управлять. И как раз-таки, чтобы избавиться от этого недостатка, появляется концепция Web3. То есть ее ключевой особенностью является то, что сеть полностью децентрализирована. И также никем не регулируется. По сути, все регулируется программным кодом. Ну и вдобавок ко всему, там есть встроенные платежи на примере того же эфириума, где у нас по сути в основе лежит криптовалютные операции, но вдобавок ко всему мы можем на виртуальной машине эфириума поднимать смарт-контракты и уже выполнять какой-то другой код. Также стоит отметить, что это только одни из ключевых особенностей веб-3, но на самом деле пока нет каких-то конкретных критериев, так как эта концепция только зарождается. Давайте теперь поговорим о отличии децентрализованных приложений от централизованных. В чем по сути централизованных приложений? Как я уже сказал ранее, у нас есть один субъект, которому принадлежат все наши данные. Он, в принципе, может давать доступ к ним, может также удалять, редактировать, ну и вдобавок ко всему, если этот субъект будет подвержен какой-либо атаке, есть риск просто потерять все наши данные. Ну и также вдобавок ко всему, если вдруг в том регионе, где находится этот сервер, вдруг по какой-то причине пропал интернет, электричество, то тоже есть риск на время, что наше приложение остановится. В децентрализованной системе все работает немного по-другому. По сути, все наши условно говоря сервера поднимаются на тысячи компьютерных пользователей, которые участвуют в этой сети. И если вдруг, во-первых, чтобы изменить какие-либо данные, мы должны получить подтверждение от других пользователей. И вдобавок ко всему, если вдруг по какой-то причине полземного шара останется без интернета, то другая часть, где как раз есть уже эти сервера, продолжит работать и пользователи будут иметь доступ к сети. Вроде звучит интересно, но как вообще получить эту децентрализацию? И тут нам на помощь приходит блокчейн. По сути, блокчейн в своей сути заложен основан на децентрализованной системе. У нас есть блокчейновские ноды, которые пользователи могут поднимать на своих компьютерах, чтобы участвовать в сети. И как раз таки есть, конечно, много видов этих нод, но когда пользователь устанавливает допустим полноценные ноды, то он может как подтверждать любые операции, так и отвечать за хранение данных. Допустим, у нас уже есть блокчейн. Что мы уже можем с ним делать? И тут на самом деле самый очевидный пример. Мы можем создавать децентрализованные криптокошельки. Несмотря на то, что это уже заезженная тема, есть куча приложений, которые были созданы, но стоит отметить, что криптокошельки являются основным вектором развития веб-3 приложений. И с каждым годом они все больше похожи на привычные нам банковские приложения. Рассмотрим основной функционал любого криптокошелька. По сути, это создание импорт-кошелька, отправка монет, ну и получение информации о балансе и истории транзакций. И для того, чтобы написать криптокошелек на фронте, нам, по сути, понадобится уже готовый инструмент, тот же ETHIR.js. Можете по QR-коду посмотреть документацию. И давайте посмотрим, как это просто там делается. Мы по сути можем по первой строчке кода создать кошелек, получить его мнемоническую фразу и дальше уже импортировать его, допустим, в другом приложении и уже иметь доступ к этому кошельку. Как видите, адреса полностью аналогичны. Ну и для отправки монет мы по сути подключаемся к какой-либо удаленной ноде, так как поднимать полноценную ноду на телефоне пользователя будет достаточно самоубийственно как для телефона, так и в принципе для самого приложения. Им просто никто не будет пользоваться, так как любая нода потребляет очень много ресурсов. И дальше мы получается импортируем кошелек уже с монетами и отправляем транзакцию на тот кошелек, который мы использовали ранее. И вот таким он в принципе простым способом мы можем работать с блокчейном на фронтенде. Также стоит отметить ключевую особенность блокчейна это в том, что мы можем посмотреть информацию о кошельке любого пользователя. В этом вы можете сами убедиться, отсканировав QR-код. Здесь находится как раз информация о транзакции, которую мы отправили в прошлом примере. Но тут опять же вы можете задаться вопросом. Но разве это безопасно, если любой человек может посмотреть всю информацию о моем кошельке и о моих транзакциях? И тут как раз давайте поговорим немного о безопасности децентрализованных приложений. В частности поговорим о безопасности самих криптокошельков. В основе любого криптокошелька лежит асимметричная криптография. То есть у нас есть публичный ключ и у нас есть приватный ключ. Приватный ключ отвечает за то, чтобы мы подписывали наши транзакции, которые попадают в сеть, а публичным ключом мы можем уже делиться с другими пользователями. Но также стоит отметить, что из приватного ключа мы получаем публичный. Но тут опять же может возникнуть вопрос, но если у нас получилось генерить из приватного ключа публичный ключ, разве мы не можем обратно из публичного ключа получить приватный ключ? И на самом деле нет. Тут как раз за нашу безопасность отвечают проблемы математики. В частности проблема дискретного рассмотрим такой простой пример для общего понимания. То есть у нас есть некоторое число в степени х и остаток деления на 17 равно числу 13. В частности в данном примере число 13 наш публичный ключ, а число х наш приватный ключ. Ну и как мы можем вообще решить эту задачу? А на самом деле тут по сути единственное решение это просто перебирать любые числа. 3 в степени 1 остаток отделения числа на 17 дает 3, 3 во второй степени остаток будет 9, 3 в третьей степени остаток отделения будет 10, и 3 в четвертой степени остаток отделения будет 13. Вот мы в принципе подошли к нашему ответу. Мы могли бы конечно пойти дальше, если бы у нас было другое число. Вроде бы все просто, мы быстро нашли ответ, но в реальности же там намного больше числа и намного сложнее формулы. И эти формулы подобраны таким образом, что чтобы хакеру просто подобрать приватный ключ к нашему публичному кошельку, придется потратить несколько десятков лет. В основе любой блокчейн-стиль лежит эллиптическая криптография. Здесь не будем слишком подробно останавливаться, так как тема сложная, большая, а посмотрим, как это вообще реализуется в коде. здесь мы по сути берем постоянную точку G для любого криптокошелька, получаем на эллиптической кривой наши координаты, берем точку X и точку Y и по сути просто складываем их, и тем самым мы получаем наш публичный ключ. И стоит главное отметить, что все эти операции обязательно должны выполняться на фронтенде, так как если бы это мы делали на бэкэнде, то по сути мы нарушаем эту децентрализацию, так как наши приватные данные попадают в сеть, и это уже небезопасно, они должны храниться только у пользователя. Но криптография, конечно, интересна, криптокошельки тоже, но вообще можем ли мы сейчас создавать что-то более приближенное к привычным нам приложениям? И для этого нам как раз таки на помощь приходят смарт-контракты. Вообще в чем суть смарт-контракта? По сути это программный код, который выполняется на виртуальной машине эфириума. Для написания смарт-контрактов мы используем язык солидити. Но у смарт-контрактов также есть свои особенности. Во-первых, контракт нельзя редактировать, контракт можно удалить только если он реализует себе метод self-distract, и также любые операции в контракте требуют gas price, то есть любая операция будет не бесплатная. Пользователю придется потратить на это свой эфир. И давайте попробуем реализовать туду лист на смарт-контракт. Посмотрим, что получится. Опишем контракт, где по сути будет у нас просто список задач. TaskCount будет выступать обычным нашим ID-шником, ну и функция по созданию task, где просто нам приходит контент определенный и мы засовываем массив task. Добавим еще несколько методов, чтобы полностью соответствовать крат, добавим выполнение задачи, удаление задачи, ну и редактирование нашей задачи. В этом коде есть одна проблема, по сути любой пользователь может как-то взять наш смарт-контракт и отредактировать по сути наши задачи, а нам это не очень хотелось бы. Поэтому мы допишем Guardia. Для этого создадим еще один контракт, где как раз таки будет при создании контракта мы будем записывать его owner и дальше добавим модификатор, который будет проверять, а является ли чел, который отправляет транзакцию на этот контракт его владельцам. И таким образом мы добавляем модификаторы и подключаем наш смарт-контракт к туду-листу. Деплоем контракт. Вы также можете посмотреть информацию о транзакции, которая задеплоила этот контракт, если хотите просто посмотреть поподробнее. И теперь давайте попробуем с ним взаимодействовать на фронтенде. Что у нас получается? Берем кошелек с монетами и подключаем наш смарт-контракт. здесь у нас находится адрес нашего смарт-контракта и так называемый AB. Это по сути артефакты после того, как мы сгенерировали наш смарт-контракт. На самом деле их можно получить также удаленно. И попробуем получить информацию от задачи. Получаем информацию о определенной задаче и что мы видим? На самом деле у нас задач нет, но в ответе мы получаем ноль. и если посмотреть result из completed получаем false. На самом деле просто потому, что в solidity нет такого понятия как null или undefined. Все дефолтные значения являются либо для number это ноль, для стрингов это пустая строка, для булевых значений это false. Давайте попробуем создать первую задачу. Создаем задачу подготовить доклад на middle mid и получаем информацию из блокчейна. И что мы видим? Задача у нас создалась. Здесь вы можете также посмотреть информацию об этой транзакции. Пойдем дальше и отредактируем эту задачу, так как вроде эту задачу сделал. Поэтому помечаем задачу как выполненной и проверяем результат. Задача у нас выполнена. Ну, допустим, кто-то решил удалить мою задачу. Подключаем кошелек, который не является владельцем этого контракта. И подключаем наш контракт. Пробуем удалить задачу, в ответе мы получаем ошибку, так как этот пользователь не является овнером этого контракта. В принципе, мы рассмотрели общие концепции и возможности децентрализованных приложений, которые мы можем написать на смарт-контрактах, но можете опять же задаться вопросом, а почему в App3 приложений все еще мало? На самом деле здесь есть несколько проблем. Во-первых, это комиссия за любые операции. Чем больше у нас сам контракт и чем больше в нем кода, тем больше нам потребуется комиссия за любые операции с этим смарт-контрактом. Также сложная масштабируемость. Вы уже прекрасно видели на прошлых слайдах, что контракты никак нельзя изменять и поэтому код такой будет сложно поддерживать. Ну и также доступность. Такие приложения все равно могут быть сложно понятны большинству пользователей и им придется долго разбираться в чем вообще как создать этот кошелек и как получить этот приватный ключ, как его хранить. В принципе все. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Очень актуальная тема на сегодняшний день. Есть два-три вопросика. Можешь листать назад? Где был первый пример кода? Самый первый. Он еще раньше был. Так, еще раньше. Там вот именно где подключение было кошельку. Вопросик. В первой строке подключение по вебсокетам. Для чего? Чтобы в реалтайме можно было что-то отслеживать? На самом деле можно сделать такие штуки. То есть мы можем отслеживать. У нас по сути транзакция отправляется в блокчейн, у нее не сразу есть статус, что она подтвердена. И мы можем слушать такие венты, которые будут нам отстыдивать, что вот транзакция подтвердилась. В принципе для этого. А это обязательно по вебсокетам или нет? можно просто по HTTPS? Хорошо. Так. Второй вопросик это то, что в основном примеры таких приложений это крипто-кошельки. А какие еще можешь привести примеры приложений вот именно с использования блокчейна, где мы идем к веб 3.0, но чтобы для чего-то другого, не для транзакции с криптой? Сложно на самом деле привести какой-то пример, потому что все равно все популярные приложения имеют основной цель это операции с криптой. Они могут дополнить определенные они могут получается в основе все равно у них операции с криптой, но они могут добавлять какой-то дополнительный функционал, который будет допустим свои какие-то кастомные токены и что-то подобное, но все равно в основе у них до сих пор лежат операции с криптой. Я могу дополнить, потому что часто правительство использует децентрализованные системы для подтверждения объемных вещей, это недвижимость, сделки недвижимости дорогие, которые важны. В второй момент это Финлянда, как пример, использовала для сканирования и тренирования на токару. То есть это как раз мета, которые есть два правительства, чтобы консультировать по поводу децентрализованный интернет, это мне напомнило из Кремниевой долины пегового дудочника, где они тоже делали децентрализованный интернет. И вот в целом твои прогнозы, когда мы к этому придем? Вот хотя бы примерно. Прямо в годах? Ну вообще примерно 10-20-100 лет. Объективно в ближайшие лет 10 полноценно не стоит ждать. Спасибо огромное за доклад. Было очень полезно и интересно. Ну вот относительно крипты тут, конечно, можно поспорить и обоснованно, потому что по сути это же блокчейн это система децентрализованного подтверждения неких фактов. То есть сторжи массово есть децентрализе иденти с помощью NFT подтвердить факт тоже в недвижимости и прочее. Наверное, это развивается, технология развивается, но пока не настолько массово для конечного юзера, как это хотелось бы. И плюс наша юрисдикция опять же, наверное, важный вопрос, что правовой статус все-таки пока есть нормативка, но она по сути очень мутная, непонятная и, наверное, это тормозит. Как ты считаешь вообще, сильно ли отсутствие, скажем так, правовой базы глобальной, оно тормозит развитие технологии? Ну, насчет правовой базы такой спорный вопрос. В целом, скажем так, правовой базе не слишком-то и выгодно, чтобы это все развивалось, но с другой стороны нам как бы никто и не запрещает это все развивать пока. То есть тут больше стоит вопрос, насколько разработчики и пользователи заинтересованы в том, чтобы это все развивалось. Но пока, допустим, если взять тот же пример, допустим, обычного юзера, ну, маловероятно, что кому-то захочется платить комиссии за какие-либо операции таких приложений. поэтому... Ну, тут стоит, опять же, оговориться, что в огромном количестве цепочек эти операции будут условно бесплатные. Ну, условно, да. То есть, если это 0.10 нолей один цент, это будет некритично. А вот подскажи, пожалуйста, еще вопрос. На твой взгляд, ну, там, в перспективе трех-четырех лет какой фреймворк максимально целесообразно изучать? То есть, понятно, Solidity это там, EVM и все остальное, основная ликвидность и так дальше, но есть там условная Savannah и прочее, то есть, не EVM совместимые цепочки. Имеет ли смысл туда идти разработчику или не имеет? Ну, на самом деле, то есть, скажем так, многие блокчейны, ну, допустим, тот же BNB, Tomachain, которые выходят, они основаны на виртуальной машине эфириума. И как раз таки там, допустим, Solidity изучил, и ты можешь там же писать. Есть, конечно, многие такие прям проекты там в виде Multiverse X, которые там ассоциируют себя с метавселенными. У них там уже будет язык Rust. Поэтому тут как раз таки стоит проанализировать, но, скорее всего, Solidity пока более-менее ну, имеет высокую планку. Спасибо огромное, было круто. Еще вопросы есть? Если нет вопросов, давайте поблагодарим Данила. Сейчас у нас есть 5-7 минут на перерыв, на кофе-брейк. Также напомню, что у нас на стойке регистрации есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Дальше 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 Ordег интерфейс-сегрегейшн и dependency-inversion. Про все мы сегодня детально говорить не будем. Во-первых, потому что это будет очень долго, а во-вторых, потому что о Solid есть огромное количество материалов в интернете, как на английском, так и на русском языке, с примерами кода абсолютно на любом фреймворке. И это, в принципе, вы можете рассмотреть и без меня. Но для лучшего понимания тех принципов GRASP, которые мы будем обсуждать, два из них мы все же разберем. И первый из них будет Single Responsibility. О чем он нам говорит в двух словах. Один объект, в нашем случае компонент, равно одна ответственность. То есть, условно, если у вас есть какой-то объект, который записывает данные в какой-то файл, он не должен еще во всяком их обрабатывать. Давайте рассмотрим пример кода. Допустим, мы заходим в компонент и видим вот это. Что тут происходит? У нас сетчатся три вида сущностей. Например, юзеры, продукты и какие-то ордеры. В чем проблема? У этого компонента нет своей какой-то ответственности. Он завязан как на продуктах, так и на юзерах, так и на ордерах. Почему это вообще плохо? Во-первых, это будет плохо читаться. Во-вторых, это плохо масштабируется. То есть, если у вас будет завтра новое какое-то бизнес-требование, и вам нужно загружать еще какую-то четвертую сущность, то, скорее всего, вы зайдете ниже, напишите еще одну такую функцию, и потом будет всеми любимый вот этот компонент на тысячу строк, которые страшно заходить. Что мы можем сделать, чтобы это исправить? Все очень просто. Выносим логику в отдельные компоненты. Если бы мы сейчас проваливались как VDE дальше в компоненты, то видели бы то, что юзер с листом отвечает только за юзеров, продукт с листом за продукты и по аналогии дальше. Перейдем к dependency inversion. Что нам говорит этот принцип? Он нам говорит о том, что мы должны зависеть от наших абстракций, а не от каких-то реализаций. Допустим, у нас есть вот такая карточка. Что в ней происходит? Ну, какой-то массив, мы его как-то там промапали, какое-то имя, и у нас есть дата. Дату с бэка мы просто так вывести не можем, но они красивые. Нам нужно как-то ее переформатировать. Что мы делаем? Мы вызываем DGS, вызываем какие-то у него методы и радуемся. Но есть один нюанс. Именно в том, как мы вызываем DGS. К саму DGS никаких вопросов нет. Проблема именно то, как мы его используем. А используем мы его так, то что берем его напрямую, грубо говоря, вот прямо из пакета. Допустим, что у нас такой плюс-минус средненький проект, и таких карточек у нас штук 50. И везде нам какие-то манипуляции с датой нужно делать. И везде мы вот так ее импортируем. А в один момент нам нужно использовать не DGS, переписать проект не на DGS, а на условно Moment.js. Что нам нужно будет делать? Нам нужно будет пробежаться по всем 50 компонентов, поменять импорт DGS на Moment.js, понять, какой метод нам нужно оттуда вытащить. Обязательно где-нибудь ошибемся, где-нибудь что-нибудь забудем, у нас не будет времени. И в итоге все закончится плохо. Что мы можем сделать? Мы можем зависеть не напрямую от какой-то реализации, а написать свою абстракцию. То есть все, что здесь поменялось, это то, что мы вызываем какой-то наш date-сервис, и у него какой-то метод, который нам сейчас нужен, например, формат. Тут важно заметить то, что смысл не в том, чтобы мы написали сами все методы по работе с датой и не использовали никакую библиотеку. Конечно, нет. Смысл в том, чтобы мы работали с этой библиотекой в одной точке. Я специально не показываю тут примеры реализации этого сервиса, потому что реализовать абстракцию вы можете как угодно, в принципе. Важно только то, чтобы оно у вас было, и ссылались вы именно на нее. И таким образом мы и избавляем себя от вот этого риска, когда нам нужно быстро с чего-то на что-то переехать, и мы с горящими глазами бежим по всему проекту, меняем какие-то методы, какие-то библиотеки. В данном случае мы просто заходим в нашу абстракцию, меняем все один раз там, и на этом все. Плавно переходим к grasp. Grasp, как я уже раньше говорил, это тоже принципы проектирования, но их чуть-чуть побольше, как в soride. Некоторые из них очень хорошо пересекаются с ним. Есть то, чего в soride в принципе нет. И что мы можем от graspa получить? Мы можем получить, во-первых, четкое распределение ответственности, то есть какой код у нас за что будет ответственный в нашем приложении. Также мы можем увеличить гибкость нашей системы путем умещения ее связанности, повысить ее масштабируемость и читаемость нашего кода. Сейчас, когда будем разбирать примеры, более подробно на этих плюсах остановимся. Начнем мы с low-capling. О чем нам гласит low-capling? Компоненты в нашей системе должны быть слабо связаны. Допустим, у нас есть вот такой пример. У нас на какой-то странице есть какая-то карточка. И что мы тут видим? Типы мы берем с одной страницы, стиль берем со второй страницы, и компонент аватарки мы берем с третьей страницы. Работать, конечно, будет. Но какая может возникнуть ситуация? Вашему коллеге завели баг или, например, новую таску на то, чтобы он чуть-чуть переделал, например, компонент user image. Он ее делает, отправляет на тест, у него все хорошо, но чудесным образом мы потом видим то, что на трех еще страницах, где использовалась эта user image, у нас теперь другой функционал, который мы не планировали. Потому что компоненты в нашей системе очень сильно были связаны изначально. Решение тут, опять же, очень простое. Это просто использовать компоненты в рамках какого-то своего модуля. Тут уже должны быть какие-то ограничения на уровне вашей архитектуры. Но в целом это можно так автоматически, в принципе, делать, если вы затрагиваете какую-то часть, которая будет использоваться во всем проекте, чтобы вы были готовы, то что она может заэффектить вообще все. Следующий принцип, который часто идет в связке с лоукапплингом, это high cohesion. Как наш сетевой уже до этого говорил, high cohesion – это больше про бизнес и про то, что компоненты должны содержать связанную бизнес-лорику. Что это значит? Допустим, есть у нас вот такая страница, где у нас есть заголовок, какой-то лист каких-то продуктов и форма по созданию чего-либо. В принципе, опять же, работать будет, но есть нюанс. В том, что если нам, например, понадобилась где-то только форма, то этот компонент нам уже не поможет. Мы можем скопипастить, конечно, форму отсюда, поместить ее в новый компонент, где она нам нужна. Но тогда у нас возникнет кейс, когда нашу форму нужно чуть-чуть изменить. Вы, а хорошо еще, если вы, скорее всего, другой разработчик, находит эту форму, меняет что-то в одном месте, забывает то, что где-то скопипастили ее, и она есть еще на другой странице, и отсюда все неприятности по типу багов, потраченного времени и так далее. Что мы можем делать? Мы можем, опять же, разбить лист продуктов и форму по созданию чего-либо. Например, там создание юзера. Это сильно перекликается с тем, когда мы разбирали Solid Single Responsibility. Если подытожить по этим двум принципам, то можно заметить то, что если мы их не используем, то у нас происходит вот это. Что тут происходит? У нас абсолютно все компоненты в нашей системе как-то завязаны друг на друге между собой. Меняем что-то в одном месте. У нас обязательно отваливается в другом месте. И из-за этого и, опять же, трата времени. У нас ухудшается масштабируемость, у нас ухудшается сочетаемость и так далее. Но, опять же, если мы возведем, например, low-capling в абсолют, допустим, мы написали все наше приложение в одном файле, у нас вообще связи никаких нет. Low-capling соблюден, абсолютно соблюден. Но лучше-то нам от этого, наверное, не стало. Поэтому нужно всегда искать в этих двух принципах некий такой баланс. Не нужно возводить в абсолют одно из двух, нужно искать какую-то золотую середину, чтобы у вас получилось что-то наподобие правой картинки, где у вас есть какие-то разграниченные модули, в них уже есть тесно связанные между собой бизнес-компоненты, которые умеют друг с другом общаться и независимы никак от других модулей. Переходим к париморфизму. Это когда ответственность возлагается именно на тип, то есть на какой-то, допустим, интерфейс наш. Сухая непонятная формулировка, но я думаю, на примерах все станет понятнее. Допустим, что у нас в приложении есть две каких-то банковских опихи. И у них появилась версионность какая-то. И нам, соответственно, на клиенте нужно понимать, какая у нас сейчас версия API должна использоваться и что мы при этом должны сделать. Как мы можем это реализовать и потом поплатиться за это. Мы можем прямо в компоненте, где нам это нужно, сравнивать первая ли это версия нашего API, либо вторая, потом обязательно появится третья, четвертая и дергать какие-то разные ручки. В чем тут проблема? Проблема в том, что, опять же, у нас, допустим, сейчас две версии, появляется третья. Что нам нужно делать? Нам нужно везде идти, дописывать еще какой-то if, который будет смотреть еще и на третью версию. Плюс у нас разные точки входа в сами методы этого IP. То есть в первом случае мы вызываем какой-то метод из первой версии, во втором какой-то метод из второй версии. Сложно, запутанно, непонятно. Что можем делать? Мы можем сделать, например, опять же, абстракцию и какой-то интерфейс взаимодействия с банковским API. Что происходит у нас тут? Если нам нужно оплатить, то мы вызываем какой-то объект в банк API, например, и у него метод pay. Знать о том, какая сейчас версия нам нужна, нам необязательно. Потому что все это возлагается на нашу, опять же, абстракцию, как было в dependency inversion, банк API. Она сама уже внутри у себя поймет, что нам нужно использовать, а мы зависим все именно от нашего интерфейса и делаем такое предсказуемое поведение, можно сказать. Последний паттерн, который мы рассмотрим из GRASP, это будет peer fabrication. Как он звучит? Не обязательно использовать только реальные объекты и сущности, мы можем сделать какую-то свою выдумку. Звучит, я думаю, еще непонятно как с полиморфизмом. Но давайте посмотрим такой пример. Нам нужно понять, авторизованный ли у нас сейчас пользователь. И что мы опять можем сделать неправильно? Мы можем, например, достать откуда-то наш текен, посмотреть, есть ли он, и предоставить пользователю какие-то возможности. В чем проблема? Опять же, проблема повторяется практически везде, одна и та же. Мы дублируем наш код. Если что-то меняется, нам нужно идти править это в нескольких местах. И хорошо еще, если это такой базовый случай по типу, авторизован ли у нас пользователь. А, допустим, если у нас какие-то пермишены юзера к определенным действиям. Например, у нас у юзера есть возможность посмотреть какую-то карточку, только если у него есть какая-то подписка. Хорошо, мы пишем подобные условия, и все у нас работает. Но на следующий день к нам приходит системный аналитик и говорит, а теперь эта карточка должна показываться нашему юзеру, только когда у него есть не только подписка, но, например, и какое-то еще бизнес действие, какая-то ачивка, например. Вот тут уже становятся сложности, и тогда нам уже точно нужно будет лезть опять в весь проект и везде это менять. Что мы можем придумать по Pure Fabrication? Сделать, например, хок. Хока у нас не существует в нашей предметной области, в нашей бизнес-логике. Вот юзер, например, существует. У юзера может зарегистрироваться, авторизоваться, может изменить себя. Такой сущности, как хок, у нас не существует. Мы ее сами выдумали. Собственно, выносим эту логику в какой-то наш хок и опять же получаем какую-то абстракцию и зависим уже от нее. И она уже решает пропускать юзера, не пропускать юзера, давать ли ему какие-то перемешины, либо не давать. С технической точки зрения это все, но еще бы хотел на одном моменте под конец заостриться, а именно, если вы пишете на каком-то коммерческом проекте и открыли для себя сегодня что-то новое и поняли то, что у вас в проекте больше примеров плохой реализации, то не нужно думать то, что ваша команда не умеет писать код, вы ужасный разработчик и завтра на завод. Так как вы пишете коммерческие проекты, то у вас постоянно будет треугольник, о котором Сергей уже упоминал в своем докладе. А именно у вас есть какие-то скопы, у вас есть какой-то бюджет, есть какой-то срок. И постоянно у вас будут какие-то может быть нештатные ситуации, когда заказчик втянул какой-то новый функционал, зачем-то нужно подвинуть сроки. Ваш джун, например, не успевает делать задачи, делает их очень долго, сжирает весь бюджет на вашем проекте. И написать коммер у вас не получится идеально, когда вы соблюли абсолютно все на свете, все равно не получится, как бы вы ни старались. Нет, если у вас, конечно, проект – это to-do list, только не из прошлого доклада, из 10 компонентов, то тогда, я в вас верю, у вас получится соблюсти абсолютно все, и код будет прекрасным. Но на большом коммерческом проекте в принципе это невозможно. И вспоминая слова одного небесвестного человека о том, что всю водку в мире выпить невозможно, но стремиться к этому нужно, можно спроецировать это и здесь. Всех принципов, всех паттернов вы все равно соблюсти в своем проекте не сможете. Но если вы хотите получить на выходе хороший масштабируемый качественный продукт, то стремиться вы к этому должны. На этом у меня все. Если будут какие-то вопросы, я с радостью отвечу. Спасибо большое за доклад. Ну, в принципе, у меня такие достаточно банальные вопросы. Первый – это почему часто про солид и грасп говорят как про две отдельные методологии, хотя вполне себе их можно использовать, эти принципы композитно в одном проекте. Полностью с вами согласен, что их можно использовать композитно, но, как я уже в докладе упоминал, что-то из граспа очень напоминает что-то из солида, но в граспе есть, например, то, что в солиде не описано. И если мы просто соединим их вместе, хуже нам от этого не станет. Наоборот, только лучше. Но, опять же, считать то, что если мы условно соблюли весь солид в нашем проекте, значит, мы соблюли весь грасп, тоже неправильно. Я больше придерживаюсь вашей риторики о том, что их нужно использовать композитно и просто помнить, грубо говоря, на подкорке у себя то, что если я сделаю вот так, меня потом обязательно это заэффектит. и сравнивать риски. Окей, а если я буду делать по-другому? Например, я потрачу на 100 часов больше, мы не попадем в дилайн. Ну, наверное, можно пропустить и так это. То есть постоянно смотреть на какие-то риски, но в идеале, да, конечно, композитно их использовать. Тогда такой вопрос. В целом принципы, что солид, что грасп, они описывают, это, в принципе, описание паттернов. Это адаптер, middleware, dependency injection. Соответственно, вопрос, зная адаптеры и умея их применять, зачем тогда придумали солид и грасп? Хороший вопрос. Ну, вот про адаптеры, опять же, хорошо сказали, например, все вот эти абстракции на банк API, на сервис по работе с датами, это по сути адаптеры. Но грасп можно как бы реализовать множеством разных путей. Можно реализовать через адаптер, можно реализовать через что-то еще. И вот эти принципы, которые вы озвучили, они уже как примеры реализации. То есть мы в докладе, я упоминал то, что не рассматриваем конкретную реализацию, потому что нам важно понять именно лорику, что и зачем мы должны сделать. И вот эти принципы по типу солида и граспа, они как будто говорят нам, что нужно сделать, а паттерны по типу адаптера, они говорят, как мы можем это сделать. Так, и последний вопрос. Что делают в случаях, когда один принцип противоречит другому? Когда один принцип противоречит другому? Я думаю, тут лучше разбирать уже какой-то конкретный кейс, чтобы было наглядно. Но, во-первых, я думаю, его сложно достаточно будет найти, потому что если вы, например, собрали single responsibility, то вряд ли вы нарушили open clause тот же самый. Но если вдруг такое все-таки происходит, я думаю, нужно уже просто подключать какой-то здравый смысл и смотреть. Окей, я нарушаю вот этот принцип. Что это мне дает? Как это меня может заэффектить в дальнейшем? Смотреть я нарушаю другой принцип. Как это меня может заэффектить? Сравнивать риски и выбирать. Так, например, ну, такие парочку примеров попробую привести. Например, это когда мы внедряем зависимости. Вот, допустим, у нас какая-то сущность реализует интерфейс. И, соответственно, вот, например, принцип о том, что вот все методы должны быть реализованы. Не должно быть пустых методов. Ну, то есть не должно быть пустой реализации. При этом, допустим, в некоторых фреймворках, там, в том же Angular, мы можем наблюдать примеры, что оставляют пустую реализацию просто как факт, для того, чтобы не было ошибок. И, соответственно, дробят, если, допустим, нужно. Ну, то есть дробят на более мелкие интерфейсы. Но иногда интерфейсов прям очень много. То есть, по сути, вот какие-то такие примеры. Вот что в таком случае более правильно может быть, исходя из личного опыта? Я думаю, вот на примере то, что оставляют пустые реализации какие-то, то это, да, может быть каким-то нарушением. Но это, опять же, то, о чем я говорил ранее. То есть мы осознанно в этом случае нарушаем что-то. И мы можем нарушать все эти принципы. Главное, чтобы мы делали это осознанно и понимали, зачем мы их здесь нарушаем. Если мы будем просто применять эти принципы, лишь бы кому-то на каком-то митапе сказать «У меня весь проект по Солиду и Граспу», то смысла в этом нет. Скорее всего, у вас и не по Солиду, и не по Граспу. Нужно именно понимать, зачем вы это делаете и нарушать только в том случае, если это, по вашему мнению, действительно оправдано. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, давайте поблагодарим Владимира за доклад. Сейчас мы перейдем к обещанному розыгрышу. Принеси, пожалуйста, наш лототрон. Все ли приняли участие, кто хотел? Нет ли тех, кто не закинул бумажку? Видимо, нет. Расскажу про наши подарки. У нас есть два пакета с мерчом от ProWeb. Здесь наши кружечки, блокнотики, стикер-паки, ручки. Это мы разыграем первые два лота. И самый ценный подарок, третий, это сертификат на часовую консультацию с нашим техническим директором Сергеем Пономаревым. Он выступал на сегодня первым спикером. Вот что можно выиграть в этом сертификате. Провести 60 минут Сергеем. Можно. Встретиться за чашкой чая, кофе и обсудить любую волнующую вас тему, касающуюся разработки. Провести срез своих технических знаний. Также сходить на экскурсию по офису ProWeb и пообщаться там за кофе-брейком с Сергеем. Либо узнать стоимость своих знаний и навыков на рынке. А еще такой есть один вариант, на что можно потратить 60 минут, это посетить один урок по борьбе от Сергея Пономарева. Он проводит... Да, мы заботимся в ProWeb о здоровье своих тиммейтов, поэтому каждое утро перед работой у нас есть тренировки по йоге, растяжке и по борьбе, которую ведет Сергей, поэтому можете прийти побороться. Разыграем первый наш подарочек. Желтенькая бумажка. Кто писал свои имя на желтенькой бумажке? Шепелев. Поздравляем. Так, разыграем второй пакет мерча. Зеленая бумажка. Илья. Поздравляем. Ну и самый ценный приз. Не глядя, какого цвета там бумажка. Вот эта. Опять желтая. Это наш сотрудник, у него и так есть час с техническим директором. Сейчас. Парамонов Владимир. Поздравляем. Напишите мне в личные сообщения, и я свяжу вас с Сергеем. Либо можете подойти к Сергею и обменяться контактами. Так, о чем я хотела еще сказать. Буквально последние пару минут. Нам будет приятно, если вы оставите обратную связь о middle meetup. Там можно оценить доклады, можно оценить атмосферу. Можно отсканировать его QR-код здесь на слайде, но также завтра я приду, постучусь к вам в сообщение и принесу ссылку на обратную связь. Также полезные материалы, ссылки на презентации спикеров и фотографии сегодняшней встречи. Еще можете знакомиться с нами ближе в ВКонтакте, в Телеграме и в соцсети, которая запрещена на территории Российской Федерации. Будем вас всех ждать. Спасибо, что пришли. И увидимся, надеюсь, на новых наших встречах и пообщаемся в социальных сетях. Еще у нас для вас есть подарочек небольшой на выходе, где стоял лототрон. Будет стоять коробочка с мандаринами и пожеланиями на будущий год. Поэтому обязательно зарядитесь позитивным настроением. Спасибо.